На последнем уходящем году заседания сессии парламента депутаты рассмотрели более 20 вопросов повестки дня и дополнительные. В начале заседания парламентарии приняли постановление об определении аудиторской организации для проведения внешнего аудита Национального банка. Аудит годовой финансовой отчетности Банка Абхазии проведет акционерное общество «Юникон», и эта услуга обойдется в 1 миллион 750 тысяч рублей. Также депутаты приняли постановление об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год. Глава Нацбанка Беслан Барателия подробно рассказал о проектах, которые запустит Банк Абхазии в новом году. Так, на фоне роста общего оборота транзакции в национальной платежной системе, который составил в 2021 году 25 миллиардов рублей, Банк Абхазии развернет систему мониторинга и противодействия неправомерным операциям. В основу данной системы заложен модуль динамического анализа, предназначенный для выявления подозрительных операций. Кроме того, запускается онлайн-заимодействие платежной системы АПРА с коммерческими банками Абхазии. Онлайн-заимодействие планируется реализовать весной 2022 года. Дальше эквайринг бесконтактных карт, то есть в том числе тактинизированных. Поскольку уже будет запущен сервис онлайн АПС, то уже национальная платежная система АПРА сможет запускать в оборот, то есть имитировать карты, которые позволяют расплачиваться бесконтактно, как это уже во многих странах мира, а также тактинизированных с помощью мобильных устройств, приложений, гаджетов и так далее. Следующее направление, оно более сложное, но тоже планируется в конце уже 2022 года запустить. Это интернет-эквайринг по картам АПРА. Это то, что ждут наши граждане, возможность расплачиваться с использованием карты АПРА в интернете, осуществлять покупки сначала на территории Абхазии, первым этапом, и вторым уже за пределами Абхазии. И проект по переводу денежных средств с российских карт, с карт российских банков на карту АПРА. Этот процесс завершится в марте этого года, уже большинство крупных российских банков этот сервис предоставляет. И по окончанию следующего года будет завершен обратный процесс, P2P-перевод с карт АПРА на российские карты. Депутаты также приняли постановление об утверждении сметы расходов на содержание Национального банка на 2022 год в сумме 391 млн 920 тысяч рублей. Парламент принял постановление об исполнении республиканского бюджета за 2020 год, а также об исполнении бюджета ряда внебюджетных фондов за 2020 год во втором окончательном чтении. Далее депутаты приступили к рассмотрению проекта закона о республиканском бюджете на 2022 год. Законопроект представил вице-премьер министра финансов Владимир Делба. По статье доходов сумма бюджета на 2022 год составит 9 млрд 430 млн рублей, объем по расходам 9 млрд 984 млн рублей, при дефиците 554 млн 175 тысяч рублей. Среди основных показателей внутренних доходов Владимир Делба отметил рост налоговых платежей. Рост доходов в этой части оказался более чем на 850 млн рублей. Бюджет сам по себе, направленность по сути не поменял, она осталась такой же социальной направленностью, расходная часть в большей степени, несомненно, как и в текущем году, расходы предусматриваются на систему здравоохранения, там рост очень значительный, а вот с учетом того, что мы наблюдаем в текущем году, растут расходы и, конечно, по другим позициям, несомненно. На 200 млн рублей в следующем году прогнозируется увеличение межбюджетных трансфертов в форме субсидий. Кроме того, значит, путем небольшой оптимизации расходов по межбюджетному трансферту в одних районах, перераспределение происходит в другие районы. Основанием для формирования расходов республиканского бюджета, несомненно, являлись там действующее законодательство, приоритетность была определена. Мы в текущем году, ну, об этом уже, наверное, надо будет позже говорить, добились достаточно таких уверенных тоже предпосылок, что это будет уже продолжаться и в будущем. Происходит оптимизация, хотя не совсем масштабная, которая нас должна устраивать, но она, тем не менее, происходит. В следующий год точно так же будет в проекте, во всяком случае, ознаименован, что никаких таких особых расходов, связанных, допустим, с, как мы их иногда называем, с расходами повышенной комфортности, не будут проходить, не будут там приобретаться какие-то особые дорогостоящие вещи. Все умеренно, все по потребностям получателей, распорядителей средств. Владимир Делба также рассказал, что в новом году будут продолжены проекты по софинансированию на основе межгосударственных соглашений в области обеспечения органов внутренних дел, органов безопасности, обеспечения лекарственными препаратами граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Также будет продолжена программа по предоставлению нуждающимся гражданам жилья. Как и в текущем году, большие расходы предусматриваются на систему здравоохранения. Также будут увеличены выплаты вкладчикам Сберегательного банка до 4 миллионов рублей. Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр призвала коллег принять законопроект в первом чтении, но при этом высказала свои замечания. Первое, что бросается в глаза, это в нарушении части 1 статьи 92 закона Республики Абхазия об основах бюджетного устройства, бюджетного процесса в Республике Абхазии, проект закона Республики Абхазии на 22-й год поступил, был представлен в парламент 2 декабря. И был, а сам проект бюджета был утвержден 30 ноября 2021 года, тогда как законом, коллеги, определен срок представления проекта не позднее 1 ноября. Это первое. Дальше. Более того, представленная одновременно с проектом закона пояснительная записка содержит недостоверную информацию в части отклонений прогнозных показателей, что мы обсуждали с вами на комитете, вы помните, достаточно бурно, относительно параметров 2021 года не отражает несенные изменения в республиканском бюджет от 03, хотя Владимир Валерьевич говорил, от 03 ноября текущего года. Дальше. Проект бюджета сформирован на основе индикативного плана социально-экономического развития на 2022 год. При этом контрольной палатой было дано отрицательное заключение на проект индикативного плана. После обсуждения депутаты приняли республиканский бюджет на 2022 год в первом чтении. Также в первом чтении были приняты бюджеты на 2022 год с шести фондов пенсионного, социального страхования и охраны труда, обязательного медицинского страхования, репатриации, дорожного фонда и государственного небюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Кроме того, на заседании сессии было рассмотрено два земельных вопроса. Также имущественный комплекс пансионата Псне и души санатория Абхазии включены в перечень объектов, подлежащих приватизации и утверждение условий их приватизации. В разделе «Разные» депутаты приняли законопроект о внесении изменений в закон о банках и банковской деятельности в первом чтении, закон о донорстве крови и ее компонентов в третьем чтении, также проект закона о противодействии международной изоляции Абхазии. Алика Трапш, Тимур Глагохи, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.